итак у нас этапы сборки стеклянных теплиц на одном участке у нас собираются три теплицы два с половиной три и четыре метра шириной этапы сборки у всех теплиц стеклянных одинаковы абсолютно независимо от ширины в меньшей готовности вот у нас стоит два с половиной что мы делаем первое мы собираем весь каркас просто железо скручиваем между собой арки поставим прогоны все закрепляем это все к бетону очень важно чтобы теплица встала по уровню и по диагонали чтобы все размеры соблюлись тогда она покроется легко и просто зафиксировали крутим по низу отлив отлив бывает разный здесь заказной вот здесь 50 на 50 стандартный прикрутили отлив дальше крутим профиль базу на каждую стойку он должен чуть чуть не доходя до угла быть сантиметра два и начинаться от края отлива закрутили готовим резиновый уплотнитель который надевается на стекло клеем на прогоны кусочки резинового уплотнителя вставляем стеклах стекло вставили планкой прижали второе вставили соединили крышкой 3 вставили соединили второй крышкой и так далее и в конце опять планка прижимая первый этап второй устанавливаем перелив поверх стенового стекла и на него уже будем класть крышное стекло также готовим базы положим стекло закрываем крышкой база покороче крышка подлиннее крышка чуть-чуть торчит вот мы видим и сверху заходит на верхний уголов конек тем самым его прижимаю к теплице дальше укладывается конек прижимается крышкой все тоннель собрали эта теплица стоит без торца до нее еще не добрались начали собирать торец у четверки после того как сделали тоннель собираем торец сделали тоннель собираем торец также прикручиваем профиля в нужных местах в местах соединения стекол укладываем стекла начинаем снизу вверх вырезаем нужной формы далее макушечная она еще не вставлена она вот подготовлена вставляем захлапываем в ремяночки обрамляем все прижимным уголком далее идет у нас дверь ну еще идет у нас тут монтажник голый все вставляем дверь дверным косяком прижимаются по периметру все стекла торец готов навешиваем дверь регулируем параллельно строим форточные блоки цвет номер два четыре штуки по метр восемьдесят четыре это облицовка верхняя это облицовка верхняя вот она идет вот вот с небольшим припуском здесь припуска нет здесь старого образца метр восемьдесят это стеновая облицовка вероятнее всего ее нужно будет по месту подогнать срезать примерно сантиметр так 4 штуки по 2 100 это у нас перелив перелив ставится после установки стенового стекла сверху крутится к каркасу напрямую и покрывает стекло то есть вода с верхнего стекла бежит на перелив с перелива на стекло в случае чего изнутри вот так он выглядит изнутри вот он идет перелив ответ 88 штук 8 штук 3 на 3 метр двадцать ставятся вот вот так вот сейчас обрамление для форточного блока вот он как раз все когда стекло стоит вымерили надрезали его и чуть-чуть подогнули подогнутую часть подвели между коньками это будет обрамление для форточного блока далее два лишних прогона это форточный блок с термоприводами термоприводы крепятся на прогон отсюда два лишних прогона потому что два форточный теперь немножко о том как же закрепить стекло на данной теплице теплицы уже построены путаемся на на построенной теплицы то есть стекло крепится с помощью вот профиля системы база крышка если смотрим в разрез вот она крышка вот лежит стекло в базе вот там полках на полке лежит стекло полка шириной сантиметра полтора стекло ложится не вплотную к полке оставляем термический зазор пару миллиметров на расширение сверху защелкиваем крышку то есть вот она крышка она достаточно эластичная и туго прижимает стекло к базе а базу прикручиваем на саморезы к металлу вот тут видно если приглядеться немножко сквозь профиль видно их хотя профиль тонированный то есть прикрутили базу вставили стекло и второе стекло и защелкнули крышку посередине крыть теплицу достаточно просто если качественно сделана подготовка во первых это выставлены по уровню по диагонали каркас и второе ровно прикрученная база теперь докуда крутим базу база начинает крутиться вот с этого места ниже ее заводить на отлив не надо с этого места она пошла и до верха не доходит примерно пару сантиметров тоже это сделано для того чтобы перелив можно было на ней вырезается чтобы он над ней прошел и крышкой аккуратненько защелкнулась чтобы не было видно вот этих вот надрезов в металле а крышка уже идет от начала точнее от конца и до начала начала пусть будет внизу точно также верхнее стекло база идет от конька от верхнего вплотную к нему подставляется и здесь внизу чуть-чуть заходит на перелив буквально сантиметра полтора крышка чуть длиннее крышка скрывает все эти нюансы опять же почему база не до конца потому что здесь клеится уплотнитель здесь с обратной стороны под стекло по самому краю его клеить нецелесообразно он клеится примерно посередине перелива поэтому крышка чуть-чуть вот она до него дошла все база крышка длиннее вот здесь ведь тоже база началась от отлива на отлив не заходит здесь это сделано для того чтобы если зайдет база на отлив она будет выступать плоскостью стекла снизу получится не совсем плоская менять за тавтологию стекло может лопнуть а тут уровень крышки плавно переходит в уровень отлива без перед две стены мы покрыли стеклом закрепили их с помощью как я уже говорил профиля системы база крышка у нас крышка от самого отлива снизу и сверху чуть выше делается в дальнейшем мы будем подрезать по форме по форме той крышки которая будет сверху далее перелив устанавливается в стык режется также вырезается у него под базу вот так вот может немножко криво вас то не аккуратно но это все потом закрывается крышкой и все становится красиво то есть вырезать нужно обязательно иначе он не ляжет плотно к стеклу и потом уже когда у нас установится верхнее стекло верхняя крышка эту крышку мы подрезаем по форме вот примерно так вот полукругом и защелкиваем а верхняя будет сверху сантиметр полтора навес нахлёст как правильно